Уважаемые коллеги, я вас всех рад приветствовать из города Москвы. По приглашению моего друга-единомышленника Алексея Шарова, хотел бы принять участие в вашей конференции. И сегодня в режиме онлайн мы поговорим о моем опыте применения 3D-индивидуальных костных блоков для реабилитации пациентов с проблемной зубочерестной системой. Данная проблема достаточно актуальна, поскольку сразу после потери зубов мы встречаемся с потерей толстой массы. И чем больше времени проходит с момента удаления, тем больше вы встретите дефекты. Однако, современные методы реконструкции говорят о том, что реконструкция данных дефектов достаточно травматична, требует длительного периода. Многие пациенты не хотят использовать аутоткани, ввиду того, что создается дефект в нецелетовой зоне. Поэтому альтернативой современной методной реконструкции является применение 3D-индивидуальных костных блоков. Данные костные блоки используются в качестве материала, донорский материал. Раньше уже были попытки применения подобных блоков. Это использовал ксеноматериал, кто-то другие методики. Но мы остановились все-таки на алломатериалах. Считаем, что все-таки у человека есть собственная человеческая ткань, донорская. И многие исследования говорят о том, что аутоткость и аллокость, они дают сподные результаты. Например, это исследование показывает, что при аугментации костных гребней, аутот и алломатериалы дают одинаковый суверенный результат. Но при этом алломатериалы обладают огромным преимуществом, ввиду того, что не создается дефект в донорской зоне. И пациентам операция проводят быстрее, малоинвазивнее и так далее. Соответственно, актуальность проблемы в последнее время очень возросла. Потому что пациенты, даже молодые, теряют губы в раннем возрасте. Соответственно, низкий уровень гигиены, ношение сионных протезов, все это только усугубляет ситуацию. Ну и большое количество онкологической патологии тоже нам мешает. Соответственно, российские профилактики блоки, это программа, которая была создана как альтернатива импортным аналогам. И само 100% данных материалов делается из отечественных материалов и разработки с помощью наших ученых. Поэтому данные блоки производятся на специальном каткам-станке на базе Самарского банка тканей и Института эмоционального развития Самарского государственного медицинского университета. Авторы обладателя технологии, да, это ООО «Лео Селл». Разработчики данной технологии, это клиническая группа специалистов, это Мария Александровна Мосова, Алексей Николаевич Шаров. И я, со своей стороны, хотел поделиться своими скромными результатами. Подготовка пациентов делится на несколько этапов. Первое – это составление технического задания. Также передаются данные к ЛКТ или мультиспирахникам, к лентомографии. После чего приступают инженеры к созданию трехмерной модели. После этого она корректируется по высоте, ширине, с учетом от физических особенностей пациента, в руку, удаляемых в основном зубов. Далее производится фрезеровка данного имплантата на станках. После чего проводится уже проведение операции, фотофротоколирование. И что нам очень помогает, мы проводим гистоматологическое и моркометрическое исследование. Я вам буду показывать результаты наших гистологических биопсий. И это очень важно в плане именно научного и гистоматологического анализа полученных результатов. Соответственно, возможности данного вида методик позволяют минимальным инвакинам восстановить даже крупный эффект. Даже крупный эффект. Соответственно, проводится анализ ЛКТ, моделировка, как мы уже сказали, блоков. Далее проводится фрезеровка. Погоняется под вид дефекта. И с помощью каткам станков, получается, выпиливается индивидуальный 3D-после-блок. Который в дальнейшем уже стерилизуется и попадает на операционный стол. После проведения операции мы, как правило, фотокалируем наши результаты, а также делаем гистологию и проводим макологическое исследование. Я покажу вам, представлю свои случаи нескольких пациентов, которые позволят нам понять и формализировать результаты и способ подготовки данных операций. В данном случае пациент достаточно молодой, у него произошла травма и был потерян центральный резец. Пациент, поскольку возраст у него был 19 лет, и родственники, и сам пациент не хотел, чтобы в качестве агументативного материала использовались ауто-пкани. Соответственно, мы дали альтернативу родителям и пациенту и рассказали о современных технологиях. В этом плане, конечно, применение именно российских индивидуальных 3D-после-блоков обладает огромным преимуществом. Алексей, могу попросить микрофон вас отключить, а то в эфир попадают, если возможно. Хорошо? Хорошо. И, в соответствии с этим, мы применяем индивидуальный план по реконструкции данного дефекта. Пациенту презентуется план моделировки с инженером, мы постоянно находились на связи, и с этим выбрана данная форма аугментатора. После чего проводилась больница и установка по спиртам. Соответственно, данная операция проходила в амбулаторных условиях, не потребовалось проведения исследовательского общего пособия. И, соответственно, подняться на анестезии буквально за 20 минут был этот трехмерный портный блок установлен. И сразу же на операционном столе мы видим ранние такие результаты. После чего, после чего, в срок от 4 до 6 месяцев мы обычно приступаем к установке дентального имплантата. Вот здесь хорошо видно как раз, что имплантат установлен. И я хотел бы показать вам предоперационный вид дефекта. Здесь я как раз курсором мышки хочу вам отметить, что при исходном виде дефекта мы не могли сколько-нибудь поставить, разместить корректно данный имплантат. Достаточно широкий рисовый канал. Но после операции, вот на видеоролике справа, вы видите, что имплантат размещен полностью в тканях. И по структуре они ничем практически не отличаются от нативных. Соответственно, еще раз хочу показать вам, что после операционного периода, когда имплантат был установлен, мы, конечно, сопровождаем все это в ЛКТ. И результат, конечно, виден, потому что идет трехмерная реконструкция данного дефекта. Что хотел бы сказать, дальше устроится уже планирование ортопедического лечения. И данный пациент передается ортопеду для того, чтобы изготовлена была проведенная конструкция, проведены сканы после операционной, после имплантационной. И мы видим вот такой вот вид реконструированного дефекта. Соответственно, проводилась мягкая тканная пластика. И дальше передавался пациент ортопеду. Еще следующий пациент у нас это пациентка достаточно ортопедистеничная. И в подпорке данных операций мы обязательно обеспечиваем биотип конституциональный, может, таких пациента. В связи с этим рекомендую коллегам ознакомиться с трудами доктора Шарова и Марии Носовой, которые именно прививают на вот этот конституционально ориентированный морфологический подход. Здесь пациентка относилась к астеническому телосложению, а тропический конституциональный. И на КЛКТ мы видим достаточно крупный дефект. Достаточно крупный дефект, требующий реконструкции. А этот временный респект, он рисует над гребнем, соответственно, струбняет дефект. По технологии, которую мы описали выше, была проведена моделировка шлангового костного блока, моделировка индивидуального костного блока. Вот сервердация. В таком виде он приходит у нас на операционный стол. И, соответственно, мы проводим операцию. Данный блок фиксируется винтами. При этом надо соблюдать осторожность, чтобы не продавить винтами данный костный блок. И окладывается ау-пластическим материалом лиопласт. Соответственно, после этого, перекрываясь мембраной твердой мозговой оболочкой, данную мембрану я применяю уже с 2009 года. Значит, после знакомства с головой, да, и что было на смеси, мы смогли применять этот материал для покрытия дефектов гневосных. Вот, через 4 месяца мы приступаем к операции установки дентального имплантата. Здесь очень хорошо видно, я чуть-чуть приближу слайд, здесь очень хорошо видно, насколько данный трехмерный костный блок, да, данный трехмерный костный блок, он консолидирован, насколько он расстается с нативной костью, и фактически даже при визуальном контроле не видно разницы. Данный костный блок, он туризирован, то есть пророк подсудимый, что говорит о витальность и о хорошем иммунном пациенте. После этого проводилась оптабентальная имплантата и, соответственно, с мягкими тканями. И хочу отметить, что данный костный блок успешно гранулирует, то есть мы можем оставлять разно-сторичное натяжение, на стоичное натяжение. И вот здесь вот таким, таким способом я хотел бы показать и, соответственно, первую часть установки, да, в блоке вы видите объем дефекта, после этого мягко-тканная агментация с установкой дентального имплантата и выглядит панда реконструкция уже на этапе временного протезирования. Соответственно, по своему протезированию мы можем относиться с улучшением морфотипа, контуров костной ткани, да, и адекватное протезирование, не создающее проблем пациенту с гигиеной и эстетичной. Также мы не остановили результаты. Мы стали прогрессировать в этом направлении и разработали еще индивидуализированные костные блоки. Чем они отличаются от индивидуальных? В данном случае мы можем получать датных заготовок индивидуальные, индивидуализированные, преформированные костные блоки через, с помощью шаблона, при комплективном ткани. Это сокращает время и позволяет врачам в режиме аутсорб, в режиме аутсорб сопроводить готовку данных блоков. Качественные основы используют стандартные костные блоки, стандартные костные блоки и проводят здесь блок стандартный и из него делают индивидуализированные костные блоки. Алексей, вы меня слышите? Да, я вас слышу, замечательно. Алексей? Да, да, да. Если можно, микрофон у вас отключить, он в группу попадает и шумно. Если можно такое сделать? Очень шумно этот фон перебивает меня. Спасибо. Хорошо. Значит, итак, после индивидуальных... Да, спасибо. После индивидуальных костных блоков мы приступили к разработке индивидуализированных костных блоков. Как я уже сказал заранее, это позволяет любому хирургу в режиме аутсорбса проводить контурирование данного костного блока по шаблонам, как вы видите на третьем слайде. Покажу пример. Нам обратилась достаточно молодая пасенка, ей не было и 30 лет. Вы видите, что удалены в первом сегменте несколько жевательных зубов, происходит атрофия достаточно выжжанная костной ткани, и мы приступаем к планированию. Планирование хирургического результата идет от ортопедической конечной конструкции, в которой является виртуальный боксат или виртуальная предварительная постановка. В данном хирургическом случае представленном пациентке, да, результаты планирования с ней обсуждены, и было принято решение о восстановлении костного дефекта, поскольку наша сдача именно мотивирует пациента для того, чтобы он стал нашим союзником на этапах проведения операции. Здесь мы видим, что предпланированная виртуальная коробка не соответствует ширине гребня, в связи с чем потребовалось именно применение индивидуализированного костного блока. Он здесь отмечен коричневым цветом в пределах необходимой нам величины. Соответственно, проводилось планирование воксапа, да, все в 3D. После этого проводилось планирование формы костного блока необходимого для ползаной пластики. И здесь вы можете видеть на этом видео, как воксап совмещен с ее предупрессором КТ, с ее предупрессором КТ, и отмечена зона, которую нам необходимо восстановить. Соответственно, после этого, после этого мы внимательно смотрим, убираем ненужное, чтобы исключить меньше хирургическую травму. И после этого вот этот файл СТ отправляется уже на фразерок. Мы можем это конкурировать в процессе операции, и, соответственно, вот этот костный блок конкурентно адаптирован к дефекту и фиксирован не винтами, а пластинами. Ввиду большой протяженности безопаснее фиксировать именно реконструктивными пластинами. Что мы видим на сменке через 4 месяца? Именно через 4 месяца я рекомендую уже проводить второй хирургийский этап. Здесь мы видим полную консолидацию данного блока, то есть этот блок уже фактически у вас консолидировался с тканями организма. И здесь я хочу представить вам снимок до, вот снимок до операции и послеоперационный снимок, это после дентальной имплантации. Здесь хорошо видна структура пориста из костных тканей и полная его консолидация с нативными. Кровоточилизь показывает жизнеспособность данного блока, соответственно стабильность во времени. Здесь имплантаты устанавливались с помощью хирургического шаблона, то есть мы планируем не только реконструктивную операцию, но и установку дентальных имплантатов. Глазковое моделирование использовалось с первого этапа, что позволило нам сократить существенно время и запраты проведения операции. При проведении данной операции мы готовили лозу с помощью трепанов и после чего мы отправляли данные на гистомортометрический анализ с помощью консервантов. Здесь мы могли транспортировать данные образцы уже непосредственно в центр, где проводилась гистология. Здесь мы видим окрашивание данных образцов и достаточно хорошо видно, насколько молодая продвигающаяся кость, она очень хорошо воспринимает данный материал. Отдельно благодарю доктора Оксевера Николаевича Шарова по помощи в проведении этих исследований и там еще в процессе я вам покажу остальные. Как правило, опять же, очень легко объяснять пациентам необходимость костной аргументации с помощью алого материала, поскольку собственные ткани организма остаются не тронутыми. Здесь пациентка обратилась с дефектом в области первого сегмента на дальнее ношение съемного одностороннего протеза и для установки дентального имплантата для восстановления нормальной ортопедической конструкции потребовалось восстановление контура пальвелярного отростка. Здесь практически данная операция относится к субантральной агментации, когда мы подпазушную агментацию проводим. И то же самое по этому же самому протоколу мы проводим планирование восстановления с помощью 3D-блоков, он здесь показан фиолетовым и синим цветом, что уже позволяет нам в дальнейшем получать нормальные анатомические коронки. Данной пациентке планировалась не только установка блока, но еще немедленная грузка с установкой дентального имплантата сразу в них. После чего непосредственно данный блок поступал на операционный стол и по шаблону, который мы спланировали ранее, по актопроверному шаблону, мы могли конкурировать этот блок. То есть в данном случае не станок за нас делает эту работу, это делает оператор. Что это нам дает? Это нам дает возможность любому врачу в любой точке мира проводить подобное конкурирование и индивидуализацию стандартных блоков. Поэтому эти блоки мы называем индивидуализированные, те, которые приформированы с учетом клинической ситуации пациента и они устанавливаются в полосы рта. Вы видите, что сразу после этого устанавливается имплантат и делается меднагрузка. Поэтому здесь мы уже повышаем наш уровень профессиональный. Здесь не только мы его устанавливаем, но еще сразу имплантацию, сразу меднагрузку. И вы видите здесь очень хорошо на втором слайде видно, насколько ткани воспринимают хорошо этот материал, насколько он быстро обладает капиллярным эффектом, пропитывается кровью, ну и соответственно где нам где кровь, там сосуды и там идет очень хорошая консолидация. Соответственно в пациентке были установлены имплантаты и вот здесь хорошо видно, насколько сеглолинный эффект субантральный у нас был изначально и сколько его удалось восстановить. При этом сразу устанавливаются имплантаты и пациентка делалась меднагрузка. Практически всегда мы стараемся из зоны где проводилась аргументация практически всегда мы стараемся делать дискомаркогенитрический анализ и соответственно анализируем полученный результат. Здесь в данном случае использовался гомотоксильный азим и как раз мы видим достаточно хорошую структуру именно нативной костной ткани. Материал дизоргирован, материал замещаемый и постепенно происходит замещение уже нативной костной ткани причем достаточно быстро и шелки через 4 месяца мы можем уже доделать полноценную нагрузку. Ну и последний завершающий пациент на сегодня который я хочу вам представить это был пациент который носил бюбельный протез бюбельный протез у него произошла атрофия во фронтальном отделе это хорошо видно на предоперационных сканах вы видите бюбельный протез вызывает резкую атрофию кости и соответственно вот этот зон требовалось для агументации в рамках предоперационного прононирования делается восковая постановка вакса оценивается отмечается объем который мы планируем реконструировать видите здесь очень хорошо наглядно видно и пациенту и окружающим насколько мы здесь проходим детально к планированию реконструкции соответственно данные скл файлы были распечатаны были автопровированные и по стандартам блоков мы уже смогли провести контурирование данных хостов блоков этот блок он уже практически касаясь с хостю мигом интеллируется кровью что создает предпосылки для растания сосудов поскольку ткань человеческая и она в этом плане очень хорошо понятна организме нет конфликта действия совместимости комплексов и далее поэтому здесь на этом макрофото видно насколько быстро происходит капиллярный эффект соответственно по фронтальному отделе с обеих сторон у пациента в первом а втором сегменте устанавливались вот эти индивидуализированные хостные блоки и здесь хочу как раз представить насколько сразу происходит получение дезитата уже прямо на хостом столе то есть происходит полная практика при этом мы не создаем ранимых эффектов данные блоки они гораздо доступнее чем импортные аналоги и созданы на базе нашей технологии с помощью реаклизации они полностью безвредны для пациентов и мы им работаем уже достаточно большое количество времени соответственно после операции после вот этой контурной пластики здесь очень хорошо видно как выглядит дефект до реконструкции после реконструкции и сканируем мы через шаблон чтобы иметь возможность сделать пациенту немедленно грузку далее происходит процессы фрезеровки временной конструкции и пациент в день операции выходит уже с полноценной фрезерованной прикрученной конструкции соответственно сроки реабилитации сокращаются минимально базивно этот дефект и время операции так же здесь уже законченный клинический случай здесь я хочу отметить насколько данные блоки по структуре сродни нашим собственным тканям и что мы не видим даже отличий на рентгеновских сливков поэтому конечно это большой большой плюс данные костные блоки применяются достаточно давно в России уже практически полно 10 лет уже проводятся данные реконструктивные операции поэтому индивидуализация костных блоков будь то индивидуальных или индивидуализированных это наше направление это позволяет нам из стандартных заготовок делать уже индивидуальные формы соответственно практически все исследования они проходят с дискологической поддержкой и также поддержкой информационной здесь очень важно опять же мы на связи находимся с доктором Шаровым и он нам всегда инструктирует даже по клиническим моментам какие рекомендации иногда мы можем пересадить мягкоткан перед аугментацией чтобы лучше биокидесный в этом плане мы работаем с твердой мозговой полочкой и с свободными средневеками трансплантатами поэтому если будут вопросы конечно контакты представителя и напрямую с Алексеем Николаевичем общаться это большое удовольствие поэтому хочу вас поблагодарить как раз за возможность выступить на вашей конференции я в принципе сказал все что хотел подытоживаю что преимущество преимущества данных космосблоков именно в том что это все быстрее дешевле проще мало возиме сокращается время и вы видите около 17 преимуществ здесь представлены поэтому спасибо Алексею Николаевичу за возможность выступить за возможность применять данную технологию и участникам конференции желаю удачи успехов сегодня спасибо что нашли время и выслушали нас удачи Продолжение следует...